ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сегодня мы поговорим о Battlefield 4 Hardline, о его бета-версии. Весь геймплей записан с PlayStation 4. И начну я свой рассказ со основных отличий от Battlefield 4. Первое это мундирование, второе это транспорт и третье это тактика. Начнем с основы, начнем со снаряжения. Четыре класса как было, так и осталось. Основных в этом плане изменений нет, но изменений в деталях, как обычно. Во-первых, можно воскрешать самого себя. Какими-то основными спрессами с какой-то жидкостью. Появились электрошокеры, газовые гранаты, газовые маски, бейсбольные биты и много чего еще интересного. Пожалуй, в этом плане разработчики высирал геймс, или как их еще правильно произносить, сделали маленькую революцию. Хотя мы уже поговорим о транспорте. В игре нет ни танков, ни самолетов, ни истребителей, ни артиллерии. Ничего этого нету. Все как в реальной жизни. Это машины, седаны, мотоциклы. Конечно, у каждой стороны есть несколько уникальных видах транспорта. Это, как правило, БТРы, различающиеся тем, что одни стреляют какими-то гранатами, вторые стреляют с пулеметов. И у ментов есть мобильные командные посты, которые позволяют возрождать рядом с собой юнитов. Ну что самое главное на Orbital Field, это не война пехоты, это не война танков, вертолетов. Эта война царица полей, пехоты. Да-да, главное это ты, твоя команда. Правда, если команда на дно, то и, блин, ты в жопе, короче. Ну что хочется выделить отдельно в этой игре, это атмосфера. Атмосфера войны мусоров и бандюков. Теперь можно играть под разную музыку, как... Или под какой-нибудь другой музон различной степени говняности. Самая главная проблема атмосферы, то, что нету никаких ниггеров. Мы не можем ставить ниггерский рэп, типа Fuck the Police или что-нибудь еще. Лолзовая, к сожалению, это большое упущение. Я белый, я требую защиты прав ниггеров в этой игре. Почему тут нету ниггеров? Можно было так много прикола ставить. А пока что только четкие пацаны и какие-то латиносы. Это упущение, выстрел геймс, упущение. В финале исправьте, или я подам на вас суд о расизме. Вы не признаете права черных в этой игре. Права черных гэнгста. Оу, е. Ладно, хорестра с хигнёй поговорим в этот раз о более серьезных вещах. О различных отличиях от батлы, о пушках и о технике. Еще раз о технике, да. Вот как видите, сейчас я сижу на джипе бандитов. Этот джип в умелых руках просто великолепен. Ну, как видите, я уже уничтожил несколько тачек. И маленький спойлер, чуть... Если отмотать чуть вперед, то я там уничтожу машину, где сидят три чувака. Это трипл килл, это нечто, это такой кайф. Конечно, есть и баланс. От меня могут сейчас спокойно убить. А вот БТР у мусоров, он, например, вообще... Довольно немощный. Да, его, конечно, нельзя расстрелять, вот как мне. Но он слабенький. Конечно, ну, в умелых руках, конечно, это все сильно меняет результаты матча. Следующее важное отличие, это пушки. Теперь они не отличаются по нескольким пунктам. Каждое оружие по-настоящему универсально и уникально. По крайней мере, в БТР. Рассмотрим это на примере двух стволов для штурмовика. Первый ствол это М16А4. Это универсальное оружие. Она как хороша, как на средних дистанциях, как на ближних, так и на дальних. Хотя на дальних, конечно, тут трудно стрелять, но не суть. Ее основное предназначение это ближние дистанции. Она скорострельная, немощная, у нее слабая отдача, хорошая точка. И следующее оружие это АКМ. Модернизация АК-47. В этой игре, при умелых руках, и если его по максимуму прокачать, это настоящая имба. Она выносит машину буквально с одной обоймы. Вот расстрелял всю обойму вблизи в тачку вражескую, и она бомбанула, да еще знатно так. Разумеется, это довольно невероятно. Хоть это и не реалистично, зато это показывает всю мощь АК-47. И в этом его фишка. Да, он не слишком, может быть, точно, у него сильная отдача, средняя скорострельность, но он такой мощный, что это просто бомба. И следующее у нас это тактические бои. Я хочу рассказать о них, об уникальных ситуациях и прочем. Я не буду говорить о графике, звуке и музыке, потому что это бета. Блин, в самом деле, это худшая графика на PlayStation 4. Я надеюсь, я все-таки подумаю своей головой хорошенько. И сделаю так, чтобы было видно, что эта игра на Frostbite 3, а не, блин, на какой-то жопе. Типа E-Detect 3. Потому что графика даже хуже, чем Call of Duty Ghost. И так, пора переходить к заключению. Что я могу сказать о Battlefield Hardline? Battlefield Hardline, это действительно новый шаг в истории Battlefield. Она даже сильнее отличается, чем BF3 от BF4. Это действительно добротная игра, и надеюсь, что, в конце концов, вы Силл Геймс не подведут и состряпают нормальную игру, в которой мы сможем долго рубиться. Что ж, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, жмите кнопку рассказать друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. Всем спасибо за внимание, это был мой первый ролик. Надеюсь, вам понравилось. Пока! И маленький бонус. Продолжение следует...